Ответы на вопросы по поводу образа будущего, по поводу прошлого видео, там где я рассказывал, что предприятия будут выпускать свои токены, токенизировать и поощрять своих сотрудников, то есть юнит экономика или внутренняя экономика. Далее будут эти токены обменивать предприятия между собой и формировать фонды, на которые будут выпускать индексные токены, в которые будут включены токены разных предприятий. Ну а за токены можно будет приобретать разные плюшки. Понятно, что эти плюшки приобретают сотрудники этих предприятий, но самое главное, чтобы обеспечивалась ликвидность, ну и о том, чтобы токены не только для сотрудников были, а еще предоставлялись скидки на товары этих предприятий, товары и услуги. Тогда будет обеспечен рынок и максимальная ликвидность. Больницы, поликлиники, учебные заведения, как они будут получать эти токены? На мой взгляд, первичная экономика, то есть производство и распределение. Дальше там пенсионеры, медицинское обслуживание, культурные всякие заведения, они есть только тогда, когда есть какое-то производство. Если производства нету, нету товаров и услуг, то и медицина не нужна, и здравоохранение не нужно, и образование не нужно. Все-таки первичные ресурсы, то есть это производство. И поэтому я думаю, что токены как раз будут выпускать предприятия, расплачиваясь со своими сотрудниками. И далее, когда это делается на платформах, то сотрудники выплачивают налог в размере 50%. То есть налог на доходы физических лиц составляет, по моей модели, 50%, который делится на 5 частей. Это, собственно, образование, здравоохранение, безопасность, социальное страхование и развитие экономики. Всякие инфраструктурные проекты. Помимо этого, каждый из них делится на 5 уровней. Там, начиная от районного и заканчивая мировым. То есть там, федеральный, окружной, региональный. Собственно, получается автоматическое распределение по 25 фондам, которые закрывают все основные потребности. Что касается культуры и духовной сферы, то я считаю, что это финансируется людьми самими напрямую. И может частично из образования. По поводу ухода от налогов. Сейчас система сложена так, что все налоги, они стекаются в один центр и дальше отсюда, там, из Москвы распределяются. Большая часть, она распределяется, на мой взгляд, неэффективно. По моей модели должна быть автоматизация, то есть прозрачность и автоматическое отчисление в необходимые фонды, минуя чиновников, минуя человеческий фактор. Это позволит людям гораздо более доверять и повысит эффективность. И в этом случае желание, так сказать, уплачивать налоги будет выше. Далее, та существующая система, на мой взгляд, в нее не надо платить, а нужно платить именно в новую систему. По поводу бартерных взаимоотношений. Так или иначе, всегда есть бартер между товарами и услугами. Только бартер не всегда напрямую, там, товар-товар, а зачастую товар, ликвидный товар и потом товар. Ликвидным товаром в разные времена были разные, но это называется деньги. Деньги 21 века, на мой взгляд, это стаблкоины в виде токенов, выпускаемые фондами, в которые кладутся токены товаров и услуг. То есть, фиатные, фидуциарные, всякие централизованные, непонятные стаблкоины, на мой взгляд, они уйдут. На их место придут стаблкоины, обеспеченные товарами и услугами. Собственно, вот эти фонды в виде платформ, отраслевых платформ, которые, в свою очередь, включают в себя платформы по видам деятельности. И в итоге на верхнем уровне токен рубль, который будет приравниваться к одному золотому рублю. Или в моей модели одна учетная единица, учетно-расчетная, приравнивается к двум долларам на данный момент, или к одному доллару на момент 1990 года. Постепенно, так как у фиатных, фидуциарных денег существует инфляция, то курсы будут меняться. Но самое главное, чтобы стаблкоин в новой системе, он оставался именно стаблкоином, без инфляции, без дефляции. Вопрос мотивации предприятий, чтобы выпускать свои токены и мотивировать сотрудников. Первое, это возможность поощрения сотрудников материальными благами, которые не учитываются в налогах. То есть, это просто выгодно. То есть, оплачивать с Юрика различные плюшки. И таким образом человек получает то, что он хочет получить. Ну там, технику, оборудование, различные товары, ДМС. А предприятие при этом оплачивает с Юрика и туда же отправляет НДС. По поводу госпредприятий. На мой взгляд, государство должно стать гораздо меньше. Сейчас идут разговоры о том, что в Российской Федерации роль государства уже превысила 70%. То есть, ВВП экономики государства занимает 70% и более. Есть, значит, альтернативные точки зрения, которые говорят, да нет. Предприятия эти не государственные, их просто включают как государственные. На самом деле они частные. Ну, конечно, нет. То есть, это все управляется из единого центра, так сказать, единым кланом. Вот. Неважно, на кого это номинально записано. В этом плане, как показывает практика, на мой взгляд, это неэффективно. И необходимо говорить о том, что роль государства должна уменьшиться. Должны оставаться важные инфраструктурные, да, общественные блага и затраты и фонды, которые в значительной мере должны быть автоматизированы с уменьшением количества чиновников, да, там, чиновничьего аппарата, планктона, значит, обслуживающего, чтобы роль государства свелась не к 70%, а, может быть, от силы процентов 20. Крупные предприятия, на мой взгляд, они должны быть с государственным участием, но именно с государственным участием, а не под тотальным контролем. В этом плане я придерживаюсь взглядов, там, либеральных, или даже либертарианских, либертарных. Вот. При этом я за социализм. Я хочу пояснить то, что совковый социализм, да, модель, я считаю, что она неправильная. То есть там фактически не было никаких советов, а была бюрократия. То есть это власть бюрократов. Я считаю, что все-таки должны быть советы. То есть это демократическая система с совместным владением средствами производства. Именно совместным владением. Не владением государства под управлением бюрократов, а именно совместное владение. То есть а-ля кооперативы и артели. Вот. Как технически? Значит, ну, токены выпустить технически довольно просто. Там для этого есть много платформ. И эфир с плазмой, там, шардингом. И там субстрат, полка дот, космос, там, лайтнинг. И которые позволяют создавать там сайчейны, мультичейны. И передавать ценности между отдельными подсетями или даже между отдельными блокчейнами. Я думаю, что мы через несколько лет увидим появление то, что называется интерчейн. То есть интернет блокчейнов. Когда ценности можно будет передавать с одного блокчейна в другой. В принципе, неважно, где он будет. В одном он будет замораживаться, в другом размораживаться. И можно будет многократно передавать его туда-сюда. То есть мы получим некий протокол общий. Да, это будет постепенно. То есть появится несколько протоколов. В итоге победит какой-то один. Так же, как победил TCP IP для интернета. Ну, я думаю, мы это узнаем лет через 10. А пока, в общем, ввести разработки на любом. Вот мы используем Waves. Это Proof of Stake. Ну, по большей части, разницы нет. Очень многие используют эфир. Вполне хорошее решение. По поводу права. Кто дает право выпускать токены. На мой взгляд, необходима СРО. Самая регулируемая организация, которая является цифровыми платформами. Где члены, собственно, этих платформ, они позволяют новым участникам войти и выпустить токены. Естественно, пройти аудит на, собственно, момент вообще существования, там, обеспечения. Дальше взнос в страховой фонд. И, собственно, если кто-то из участников не может выполнить свои обязательства, то это будет покрыто из страхового фонда. То есть, это, по сути, такая солидарная ответственность. То есть, вполне вероятно, что будут иногда случаться дефолты локальные, когда, там, или по сговору, или по каким-то катаклизмам, или по неучтенным фонд страховой будет обнуляться. В этом случае фактически понадобится пересоздание СРО. Я думаю, что эти локальные, то есть, до тех пор, пока большинство участников в системе, в экономике будут честными, то эта система будет работать. Даже несмотря на то, что локально будут наверняка какие-то мошеннические схемы. Ну, для этого кросс-аудит между платформами, это несет некие издержки. Но, с другой стороны, других путей я не вижу. Вопрос страхового взноса, не знаю. Он должен выработаться в процессе самими участниками, которые организуют СРО. Я думаю, что для разных видов деятельности это будут разные цифры. С точки зрения человека, то есть, как совершать покупки, да? На мой взгляд, ну, как сейчас происходит, то есть, человек приходит в магазин, набирает тележку товаров, подходит к кассе. Дальше кассир спрашивает, у вас есть наша там бонусная карта, наша система? Человек говорит, да, и ему пробивают товар. Дальше он оплачивает рублями этот товар. На часть этого товара делается скидка. Скидка от 10 до 50%. Вот эти 10-50% списываются с его, так сказать, бонусного счета, да? Который находится либо свой на телефоне, да, через приложение, там, с помощью NFC-обмен. То есть, осуществляется подпись на то, чтобы с крипто-кошелька списать эти токены. Либо будет пользоваться там своей региональной, там, районной системой, там, допустим, ОРОМАШКА создает приложение, где договариваются с соседними магазинами о том, чтобы работники ее предприятия могли отовариваться, да? В этом случае они пользуются, там, приложением ОРОМАШКА, централизованным, в котором, там, эти токены-бонусы списываются с центрального счета. Но при этом у человека должна быть возможность взять эти токены и вывести их на биржу, обменять, там, на токены, там, ООО «Василек», да, переехать в другой регион и дальше расплачиваться, там, токенами, там, ООО «Василек». То есть, должна обеспечиваться ликвидность. А фактически это будет выглядеть как скидочная система лояльности. Ну, по поводу, как передать бонусы с одного кошелек на другой кошелек, собственно, так же, как и криптовалюты, то есть, у каждого кошелька есть номер, ну, идентификатор, в общем, так или иначе, адрес, на который можно отправить, собственно, кнопочка «Отправить на кошелек». Тот человек, которому отправляют, он должен, конечно, сообщить этот адрес. Возможен вариант через никнейм, то есть, когда алиас, да, указывается, то есть, это относительно короткое имя, которое легко запомнить, которое привязано к определенному кошельку. Ну, это все записано в блокчейне, то есть, у двух людей одного имени быть не может. По поводу кооперативного контракта и о том, что люди смогут соединяться между собой, ну, я это называю все-таки, там, социалистические принципы, ну, допустим, они заключают контракт, организуют, там, кооператив или артель, вот, и, там, ведут деятельность, там, с внутренними учетными единицами. На мой взгляд, такая форма, она очень хорошо подходит, как раз, вот, для модели токенизации. По поводу того, что в капитализме, там, периодические кризисы, да, это есть, сама модель капитализма, она построена на принципе роста, и постепенно, когда рынки уже практически все заняты, то упираемся в потолок. При этом из капиталистической становится больше социалистической, со значительной долей государства, вмешательства государства в экономику, в рынок и в права собственности. Таким образом, капиталистическая система, она, в общем-то, заканчивается и плавно, потихонечку переходит в социалистическое, то есть совместное. Она более эффективная и социалистическая, она направлена на гармоничное развитие всех членов общества, а не только узкой группы. Капиталистическая, та, которая нацелена на свободу, на незыблемость права собственности, да, она очень хорошо для быстрого роста, когда есть, так сказать, пустая поляна, ее надо быстро занять. Ну, или вытеснить там, как бы, аборигенов, захватить территории, и тот, кто захватил, это его собственность, незыблемая, то есть принцип капитализма, капитала. Когда уже заняты территории, рынки, то модель переходит в социалистическую. По поводу либертарианства и либертарной теории, теория, которая говорит о том, что свободный рынок и незыблемость частной собственности и сами разберутся, и еще анархия. То есть анархизм о том, что есть правило и есть ненасильственное, значит, принцип принятия решений, достижения баланса. А по факту это не работает. Всегда крупные пожирают мелких, и те, кто может сговориться между собой, а это очень хорошо делают силовики, их воспитывают как единую такую мощную сплоченную, и это реально очень нужно, важно. В итоге получается либо полицейское государство, когда силовики ФСБ, в нашем случае, контролируют в значительной степени экономику, экономические процессы. Это неплохо, но не дает такого роста, который могло бы дать. В этом плане я все-таки считаю, что силовики должны быть включены как часть собственников, то есть обеспечение безопасности, так же как обеспечение и здравоохранения, обеспечение образования, но первично все-таки предприниматели. Это те, кто берет на себя риски. Силовики могут быть предпринимателями, да, но картельный сговор, то есть когда идет вот это вот сплочение. В общем, так или иначе, либертарная теория, которая говорит о том, что человек свободен, и вот как бы каждый сам по себе, она реально не работает. Также это утопия, точно так же, как утопией является коммунизм. Я не верю в коммунизм. Я не верю в том, что будет изобилие. И вот когда смотрел Семина и Светлого, их диалог там, собственно, и один, и другой, на мой взгляд, высказывается, что когда ресурсов достаточно, чтобы всем все всегда там и так далее, и общество изобилие, это утопия. То есть я исхожу из того, что всегда будет нехватка ресурсов, и вопрос, как мы будем распределять эти ресурсы. Первичное распределение и вторичное распределение. По принципу капитализма или по принципу социализма. Понятно, что есть множество промежуточных, и, наверное, какая-то золотая середина, но все-таки я склоняюсь в сторону социализма, то есть совместной собственности на средства производства и распределение по большей части по вкладу, то есть по трудовому. То есть сколько человек вложил, столько он получил. Но с уплатой налогов, налоги значительные, то есть в моей модели на доходы физических лиц это 50%, которые по моей модели позволят людям, даже которые не работают по тем или иным причинам, жить вполне достойно. Я считаю, что это важно.